Здравствуй, Армен. Привет. Ну, я тебе уже представил, конечно, что я не сказал, но все равно представься, откуда ты приехал, зачем приехал и что получил? Ну, приехал в Беларусь. Зачем приехал? Ну, не могу даже сказать. Вот такой вопрос. Приехал, ну, по ВОМе, первый услышал и увидел в ВКонтакте. Вот. И вообще, вот, все, что связано с армией, вот, милитари, вот это, вот, все это мое. Ну, нравится мне это. А тут выпал такой шанс приехать, пообщаться с людьми такими крутыми, можно сказать, как Парон Вартанов, Галстян и Дядя Лёва. Вот. Познакомиться с другими армянскими ребятами, которым не безразлична судьба своей страны, история, культура. Вот. Что я отсюда получил, значит, за 10 дней, можно сказать, что здесь могут реально чему-то научить, даже не чему-то, а можно научиться больше, чем служа где-нибудь год-полтора в какой-нибудь, какой-нибудь в пехоте. Вот. Хорошая подготовка, очень понравилось. Хорошие, ну, наверное, даже лучшие инструктора. Отношение просто шикарнейшее. Коллектив офигительный. Ну, всталолазание, стрельбы. Интересно было? Очень интересно. Альпинизмом. Вообще никогда даже не увлекался, но не думал даже, что это будет настолько интересно. Вот. Реально очень круто. Ну, ты знаешь, да, почему мы здесь альпинизм преподаем? Конечно. Если мы будем говорить о Армении, Арцахе, то тут без этого вообще никак. Все в горах, скалы. Вот. Поэтому альпинизм это... Ну, природа как тебе? Природа просто шикарная. Лучшая. Очень красиво, очень красиво. Вот в Армении побывал там в разных местах, да, но в Арцахе очень красиво. Как будто джунгли, да. Очень дикая природа. Как будто здесь никогда никто не жил. Тут красиво, тут все тихо, спокойно. Очень классно. Общение со своими братьями из других стран, которых ты вообще практически не знал. Как быстро смог подружиться? Как тебе? Мгновенно. Мгновенно. Даже и времени не надо было. Потому что мы армяне народ общительный, поэтому как бы для общения не требуется никакого, ну, для знакомства не требуется никакого, ну, не нужно время. Потому что мы вот бары, вонцы, саватамэм, и все. И пошло-поехало. Очень, очень, очень дружный коллектив. За 10 дней, ну, не ожидал, что мы так все подружимся. С некоторыми я в армии и за год так не подружился, как здесь за 10 дней. Это родная земля. Что ты пожелаешь другим армянам, кто, может, первый раз увидит и узнает про вот эти сборы в тренировочном лагере? Я пожелаю им незамедлительно зайти на сайт ВОМА, посмотреть, когда будут ближайшие сборы и обязательно приехать сюда. Поддержать просто любыми возможностями, потому что это очень интересный проект для молодежи, не только для молодежи, для нашего поколения, которое вот сейчас растет. И чтобы развивать вот эту вот политику. Ну, скажем, не только молодежи, а от 19 лет до 45 лет. Да, да, да. Сейчас многие армяне уже начинают там русифицироваться, поэтому... Надо не забывать, кто ты и для чего рожда. Я, говорит, с детства чувствовал, что я свой среди чужих и чужой среди своих. Где бы ты ни жил, как хорошо бы ты ни жил, сколько денег бы у тебя не было, сколько бы друзей не было, ты везде чужой, ты не свой. Никогда в жизни не встречал армянина, который бы сказал бы, живя где-нибудь там, сказал бы, что он не хочет приехать к себе в страну, жить здесь. Мы мечтаем об этом и надеемся, что сможем вот такой вот компании примерно, который сейчас был на сборах, да, нас станет все больше и больше и больше и более укрепиться эта идея, вернуться на родину, но вернуться не в Ереван, а вернуться здесь, потому что борьба отсюда начинается. Да, надо развивать Карабах, это очень красивая земля, богатая земля, поэтому потенциал большой. Надеемся на твое скорое возвращение, надеемся, что эти 10 дней в тебе заложили семя, которое даст большие плоды. Надеемся скоро увидится, ждем тебя уже не одного, ну даже если одним будешь, ничего страшного, все равно мы тебя рады, рады с тобой познакомиться и узнать еще одного своего брата. И хотим сказать, что все, кто вот сборы проходит, все общение продолжает, мы все становимся сплоченнее, дружнее. И теперь мы знаем, что в Беларуси у нас есть очень хороший брат, которого мы не приедем жить, а может гости просто приедем. Мы знаем, что всегда в любое время мы можем погостить и погулять по Минске или по другим белорусским городам. Тебе счастливого пути, спасибо, доехать, не хочется уезжать, конечно, я бы еще остался бы здесь. Я верю. До скорой встречи, Арминька. Давай, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok